Team Spirit в шаге от выхода в финал верхней сетки, где уже ждут их викинги. Ну а Тундра? Тундра, я думаю, настроена на камбэк. Вот Морталис, например, верит в то, что они включатся после первой, и то, что покажут свой истинный уровень. Ну, я бы сказал, что они были, может быть, и не так плохи, но на фоне Spirit этого не хватило. Все-таки Spirit тоже команда, не просто так пробившаяся и в первый дивизион, и еще и играющая в верхней сетке до сих пор, и имеющая все шансы. 1-0 ведут, в конце концов. Ну, предлагаю вам сделать сразу ставочки. Будет ли у нас Марс в бане? Да. В первой стадии? Я не знаю, почему это было, но... Не знаю, ты просто так руку подал. Всегда приятно получить пятюню. В первой стадии не будет. Мне кажется, Тундра подумает, что мы крутые, и попробуем снова против него поиграть. В первой стадии оставят, а во второй, если останется, забанят. Если не останется, то... Ну, поиграли уже. Забанят, забанят. Поиграли, да. Ну, там Марс, окей, Марс, естественно, был очень хорош, но там и у самих Тундра было много проблем. То есть, я уверен, они совсем другим драфтом попробуют сыграть, как вот было против Виндстрайка. Они ведь целиком и полностью стратегию поменяли и начали свою линию, наконец-то, гнуть, а не просто смотреть, что с ними вытворяют. Хотя против Виндстрайка Энигма убрали, да. Энигма был тем героем, который победил, по большому счету, их. Так что и здесь бан Марса, он напрашивается. Наверное, любая другая команда забанила бы. То есть, попробовали, не получилось, забаним. Как Тундра поступит, сейчас посмотрим. Интересно. С другой стороны, открывается при бане Марса множество других опций. У нас огромное количество героев, которые уходят на ферстбаны. Это ДП, это тот же Тайт, это тот же Леон, это Тимбер, это Энигма, собственно говоря, Бестмастер, Тимберсо. Вот уже как минимум шесть персонажей, и это далеко не все, естественно. Алхимик, ВК. Ну, ВК, наверное, в первой стадии редко уходит. Да нет, частенько. Бывает такое. Там еще Макаку любят по бане в первой стадии. Макак, да. Кстати, Алхимик, интересно, что стали его как-то выпускать немножко из банов, и аккуратно относятся к его пикам пока что. Но я чувствую, что не ровен час, и опять залетит у нас вот эта вот стратегия. Алхимик, там, ВК какой-нибудь, или Алхимик Манки Кинг. Ну, герой с сильным агонимом. Но пока что мы видим... Да, все-таки кот ЛДП у Тундры. И Спириты. Вот у Спиритов очень интересные баны. У них Гирокоптер, вообще Гирокоптер. Ну, и Роспирит, который сигнатурка Бивера не хотят отдавать ему. Так, а ты Гирич и Четверочек не видел здесь, что ли, которые уже залетали? Те не попадались? Я видел, но, честно сказать, все равно немножко удивлен этим баном. То, что, как бы, да, этот герой, который попадается. И даже на кэри позицию у нас, по-моему, был Гирокоптер. Да, Хак играл. Во втором дивизионе, да. Но, тем не менее, это очень нестандартный первый банк. Ну, это сейчас просто неметовый, наверное, кэри персонаж. Есть гораздо герои более популярные, наверное, сильные. Но, опять же, Гирокоптер — это такой герой, про которого рано или поздно вспомнят. И он опять начнет разваливать, как старый добрый. Вот такое постоянно происходит, особенно там, в Северной Америке. Там есть один товарищ, который может по 10 карт подряд на Гирокоптере сыграть. С никнеймом Явар и выигрывать на Лиге. Да, он любитель. Он прям тащится от него. Так, Урса в этот раз у Спирит. Ну, решили показать, как надо, судя по всему. Там еще и Тимбер, хороший герой Урса против Тимбера. Ну, пытаться, да, Тимбера как-то подзакрыть. Я думаю, что в этом здесь резон есть. Потому что Тимбер — такой персонаж, которого ты либо пикаешь на первой стадии, либо он вообще у тебя не появляется нигде, потому что его сразу же банят. Здесь его выпустили из первой стадии, соответственно, надо брать. Я, на самом деле, была в большой уверенности, что на этой карте Спириты либо его, либо Беста себе возьмут на тройку. Сейчас так получилось, что тройка может, в принципе, и тает оказаться. Но пока что не хочется исходя из этих двух драфтов. Я бы лучше его на пятерочку переставила для Милпошки. Он уже играл, опыт у него есть, все нормально сложится. А вот Урсевич — это как ответ такой Тимберу пока что. Ответ ли? Я просто вот сколько не вспоминаю, вот эта линия Урса-Тимбер. Линия — да. А дальше по игре, мне кажется, что все-таки посильнее. Главное — не залить линию. Просто 33-й очень сильный игрок. Он может прям задоминировать здесь. Опасная ситуация. Там помимо Урса наверняка еще кто-то появится, да? Какой-то кастер может быть, который будет против Тимбера этого хорошо работать. ОД опять же. Их героев очень много, ОД в том числе. Там и Лишраки всякие у нас в бан отходят, которых тоже могут команды взять. И Торонто-Токио играет на Лишраке, поэтому не удивлюсь его появлению. Смотрите-ка, Инча-ЦМ. То есть не пять считают, они считают. Да, более того, герои, которые вот как-то что-то делают с саммонами. Синча переманивает, ЦМ-ка морозит. Может быть, конечно, это совпадение. Но странные баны. Возможно, еще ЦМ-ка против Урса. Очень круто. О, точнее, Сурсы, наоборот. Да. Комбинация забирала бы. Ну, короче, не стандартный. На самом деле пятерка Тайт, он и с Урсой тоже может поубивать, попытаться. Если качнется Гаш на первом, на втором якорь, допустим. А от Урса будет, соответственно, прыжок и его... Тундра только что поубивали этой даблой. Хорошо у них получалось против Марса. Ну, короче, будет очень сильное замедление, и убивать можно будет противника, если это будет... Не уверен вообще. Либо Тимбер, у которого вкачан на единичку реактив фармера, больше ничего. Либо он вообще не качает реактив на первом. Сейчас это частенько случается. Да просто приходит Леон, дает станы, они вдвоем убегают, если потребуется. Ну, то есть убивать такой линии просто очень сложно. Тимберу надо дожить до третьего, может быть, пятого левого, и тогда даже против Урса можно играть. Но мне кажется, вот реально кто-то еще появится на этого Тимбера, потому что есть опасения, что именно 33-й будет опять солировать. Ну, пока он как-то выделяется в последние дни. Он всегда, мне кажется, выделялся в этой команде. Да, скорее всего, да. То есть постоянно как-то про Найна и скорпозиции меньше всего разговоров в этой команде. То есть либо Скиттер, либо 33-й. Гримстровок еще один герой, который хорошо, наверное, шел в связке с Урсой. Ходит в Вайпер. Пока мы не узнаем, все-таки решают они стайтом. Потому что действительно, вроде так смотришь, в теории под гаш Урса затоптать-то может, но это нужно прям вот как-то поймать момент, провернуть. И в прошлой игре не получилось. Марс с Леоном одолели. Они, кажется, ДК хотят. ДК? Что-то в этом роде. Не знаю, Бан Вайпера такой пока еще интересный. Чего конкретно они боятся, пока не очень понятно. Ну вот уже Тайт у нас куда-то переезжает больше на третью позицию, потому что появляется Вич-Доктор. Урса и Вич-Доктор, кстати, тоже прикольная комбинация. Каски, Маледикт и много урона можно нанести. Того же Тимбера пробить, убить. И вроде как Вич-Доктор поплотнее смотрится на пятой позиции. Ну, у нас бывали примеры на этой лиге очень плохих Вич-Докторов, очень хороших Вич-Докторов, так что тут по-разному получается. Ты такой простецкий герой. Маледикт кинул, и дальше смотри, как Урса гадает. Маледикт, ну попади еще. И Маледикт, соответственно, добьет нужную тебе цель. Это очень такая простая, но при этом эффективная связка. И там не обязательно прям догонять, добивать. Главное, чтобы Урса свои там 3-4 удара нанес. Этого уже хватит, наверное, для того, чтобы под вторым Маледиктом даже Тимбера убивать. То есть Вич-Доктор пойдет, Вич-Доктор хорошо. Так, ну, меня очень интересует, на чем Найн собирается играть. Ну, Найн вот как раз всякие паки сигнатурные любит и вайдов, таких спиритов. У него широкий пул достаточно. Он на Марсе тоже играл. Он довольно большим количеством метров персонажей обладает в своем пуле. То есть тут я не вижу проблемы, пока его не открывать, но потом оставить, потому что банов против него здесь можно в вечность потратить. Поэтому можно второго саппорта сейчас просто показать. Это у нас... Ого! Боже, кто вылез. Да, это очень неожиданный герой. Это Лич. Сейчас я вспоминаю вообще, что этот герой делает сейчас в Доте. Я слышала, что тут у него есть чайник, наверное. Чайник. Да, чай наливает. Ну, в целом... В целом наливать... Что будет наливать Лич, мы посмотрим в этой игре. Смотри, коферная банка есть, чайник есть. Это такой простой герой, который секьюрит легкую линию, при этом еще потенциально защищает от физики. Как раз-таки от того же Урсусевича может задефать за счет своей брони. И там хороший потенциал у Лича убивать с кем-то. То есть с некоторыми героями он и нападать может, и на Тейтхантера в том числе. Вопрос, с кем он здесь. Да, там что-то очень много таких героев, с которыми он мог бы убивать, уже забанены. Это что там Тролль, что Джаггер. Так, ну понятно уже. Тейтхантер, Тройка, Дарквиллу на четвертую позицию появляется. Остается мидер для спиритов. Марс. Может быть, потому что играли против Винстрайк с Медовым Марсом, если ничего не путаю. И, ну, наверное, от греха подальше убрать можно. Это лучшая связка с Вереской, которую можно придумать и хорошо ложиться и под ультимативную от Вич Доктора. В общем, это можно хорошо застакать вместе со всем остальным. Вереску стоит держать под контроль какой-то, помимо ее кустов. Я думаю, что они могут положиться и на Тайда, но это не настолько долговечно, насколько может быть в арене как-то больше пространства для воображения. Но, возможно, они просто оставят коллапсу этого Марса и будут полагаться на то, что он законтролит достаточно. Может быть и так. Но вообще, по-хорошему, хотелось бы дэмэджа какого-то магического. ВК Лич против... Ну, кстати, Тайт вроде как неплохо стоит против ВК, если все-таки это Тайт на сложную линию. Ну, конкретно постоять, наверное, да. Затем с такими героями просто могут отпустить ВК в лес и не найти его там очень долго. Соответственно, он свои слоты вынесет и будут они с Урсой примерно в равном положении. Оба пойдут там играть один через Battle Fury, другой через Radiance, например, если захочет. И там уже будут решать, наверное, даже не они, а все остальные герои и мидеры в частности. Но ждем мидеров, пока ни те, ни другие их не показывают. Знаешь, я бы от греха подальше на месте Spirit забанила бы алхимика, потому что еще ничего не мешает поставить мид тимберой и взять алхимика. Связка все равно такая, можно сказать, даже ОП, и лучше от нее себя обезопасить. Какой Леон с аганимом, Тимбер с аганимом, Лич с аганимом и самая страшная ВК с аганимом. То есть есть кому пораздавать. Посмотрим. Посмотрим. Пока что у Дэ в бане. Здесь войдет Spirit. Боятся все-таки вайда больше. Но это его сигнаторка. Это всегда стоит выключать. Я пока не совсем понимаю, теперь бан вайпера? Да, я тоже не понимаю. Вот вайпер здесь был к чему? Тайт Хантер. Ну это не то. И просто выключает пассивки. Ну и очень сильно выключает пассивку Тайду. То есть они боялись именно медового вайпера? Ну это больше на ленинге решает. А линию стоять вайпер бы не стал против ТБ. А дальше там как-то под доджет это все легче. Просто все равно ты с блинка будешь вырваться в файт. Что на том, что на другом. Да и Урса, как правило, БКБшку собирает очень быстро. Что, ВР-ку уберут? ВР-ку? Ну не знаю. ВР-ку именно Тундра должна убирать. Они хотят какого-то Spirit, наверное. Кстати, Пака, если бы взяли Spirit, против него вайпер заходил бы шикарный. Видимо, подумав об этом, Тундра решает отправить Пака в бан. Последний бан остается у Spirit. Пак здесь очень хорошо работал против двух саппортов. Два таких тоненьких героя, которые, ну, обязаны, естественно, кастовать свои там скиллы, постоянно нападать с ними. И Пак легко выключает условного Леона. Если у Пака нормально все, не как в прошлый раз. И Лича точно так же. Соответственно, эти герои, скорее всего, ну, при хорошей игре Пака просто ничего сделать не успеют. Пак, наверное, бан хороший. Еще одного Spirit, а вряд ли сейчас Team Spirit будут банить. Ну, вообще, им бы и самим зашло бы что-то в стиле Шторма, мне кажется. Я не знаю, насколько Торонто-Токио на этом играет. Да, как-то магия. Вроде бы есть фея, но у нее основной магический урон это все-таки ультимейт. И впритык надо подходить, подавать. Да, есть Маледикт, не хватает просто героя, который накидает магического урона в начале. Без шмоток, просто с уровнем баня от Пангольера. Ну, Пак накидал бы нормально, Шторм тоже может накидать нормальный урон. Сейчас посмотрим, что заберут себе Тундра. У них с магией все значительно лучше, и кэри у них отличный. Остается герой на мид, который просто хорошо зайдет для Найна. Либо все-таки придумать этого химика. Это Марс. Да, мы вспоминали его. Он уже играл на Марсе, и у Найна Марс также очень хороший. Та игра, про которую помню я, он просто уничтожил Суприма на миде, на Эмбер Спирите, забрав его буквально за 5 минут 3 раза. Очередной Марс. Хотя здесь еще и есть возможность посвапать, если захотят. То есть, в принципе, отдать Марса 33-му, Тимбера. Но, я думаю, не стоит. Надо что-то с процентным уроном. Здесь три коры силача, надо что-то с этим делать. Они жирные и недостаточно армористые. Можно с этим что-то придумать. Вспоминаем песню про андерлорда с авторством Дима Ласта. Что еще у нас в процентах так бьет? По какой-нибудь Зевс, Некрофос. Некрофос. Когда я его после не распикну, в какой жизни? Некрофоса нет. Это как я статью читал. Худший герой доты. Некрофос. Некрофос худший герой. Феникс, но тоже мид Феникс вряд ли появится. Да, как-то вот... Может быть, андерлорда поставят в мид, действительно возьмут. Я бы посмотрел на это. Во всяком случае, урон в процентах работает офигенно. Или Спирит Весел кто-то просто, кто собирает. Это Эмбер Спирит. Но они решили добавить магии. Ну, мы, да, говорили про это, предполагали. Тоже неплохо, на самом деле. Что Шторм, что Эмбер — это два примерно одинаковых в этом плане персонажа. И скорее потенциалом, самое главное. То есть они вдвоем могут вывести. Опять Эмбер Спирит против Марса. Надеюсь, повторения не будет с того самого матча, когда Марс забрал три килла. Давайте наши, вернее, ваши прогнозы. Я за Спирит. Ну, я снова за Тундру. Пусть уж будет у нас все шесть карт сегодня в первом диве. Мне кажется, в этот раз получше у них должно получиться. Все для этого есть. Мнение аналитиков опять разделилось. Напомню, что коэффициенты от париматча были очень равные, но немножко в пользу Спирит. Смотрю и вижу, что после первой карты этого матча 1.23 на Спирит. Накостовую, накостовую. 3.9 на Тундру. Так, и теперь магию-магию накрутил фаербол и отправил его в комментаторов. За что ты с ними так? А у нас резисты. Ты будешь Ораклан? Нет. Спасай меня, сейв меня, как Мипошка. Он не так это делал. Ладно, не умеет. Непрофессиональный человек. Так, ну тут нам аналитики говорят, хотят шесть карт. Ты как? Я считаю, что надо восемь. Готов на девять. Сразу же просто вваливать. На самом деле, будем честны, в этот раз, мне кажется, у господа из Team Spirit немного более слабый пик. Он немножко более сложно исполнимый. И было видно, что они не были до конца уверены именно в Эмбере на Ласпейк. И можно было посмотреть на лицо Торонто-Токио, который был вообще не уверен в том, что происходит сейчас. Ну, то есть он не был явно уверен, ну вообще доволен тем, куда я движется драфт. Но в целом все равно приятно. Вообще, по его лицу, мне кажется, что он не был доволен временем игры в этом матче. Ну, я думаю, что для наших игроков реально тяжеловато. Но для Тундура намного легче. Напомню, друзья, что у них на два часа раньше. Европа живет сейчас по времени 22.40. Вот. Это, в принципе, все еще, ну, не так приятно. Но в сравнении с нашим таймером для АТСов, конечно же, сложнее. С другой стороны, у нас есть макетский. У нас есть коллапс на любимом нашем Тайтхантере. Жалко, что это не пластикер и не марсианин. Вот. Я, кстати, был вообще удивлен, когда увидел фею. И подумал, так, подождите, Тайт это 3 получается? Почему? Вы же Марс все еще в пике. Вы же можете свапнуть Тайда на 5 и пойти играть. Ну, точнее, на 4 и пойти Марсом играть. А я, кстати, не помню, чтобы спириты катали, знаешь, этими пятерками Тайтхантером. Да? Ну, время, знаешь, оно настало. Мне кажется, тебе не нужно тренировать 5 Тайтхантера, чтобы уметь играть на 5 Тайтхантере. Ну, то есть это супер просто. Ты знаешь, сейчас какая мета вообще? Знаешь, чем играют на пятерках? Прям 80% карт в Китае. В Китае ты имеешь? Да. Сейчас я подумаю. Тускар? Нет. Это давно прошлый век. ДП? Нет. Прошлый век. Тоже прошлый век? Да. О, ну ладно, сейчас подумаю. Ну, хотя бы это интеллектуал или ловкач? Ловкач. Ловкач. Да. Но с нюками. Ой, господи, ловкач с нюками. Мне нужна бумажка. Бумажка далеко. Да, я подумаю. Ловкач с нюками. Ну, дайте время или давай? Я даду бумажки, дойду, короче. Ну, сейчас там чат, который со мной с утра просто смотрит игры, знает, конечно, прекрасно, о чем речь. Но сейчас там пойдет-пойдет мэйч, достанет бумажку. На бумажке нарисована Зайка. Посмотрит на Зайку и... А это не та бумажка, тут Зайка не нарисована. Тут героя. Ну, давай, что придумал? Тут героя. Короче, из ловкачей и нюкеров это под матч, верно? Нет? Пятерка. Ну, пятерка. Ну, ладно, хорошо. Это олдскульная пятерка? Да. Нет, нет, в смысле, раньше такого не пикнулось, да. Практически или вообще? Ну, кто-то, может быть, и брал, но это прям супер-эдкость, это вообще прям не дефолт. А сейчас это прям мета, это тренд. Именно восточный. Китайский. Панга? Нет. Нага? Нет. Ты же потом скажешь, ну да, ну очевидно. Ну, я могу сказать так и сделать. А, я понял, герокоптер. Да, да, да. Да, да, и сейчас это просто герокоптер ферст пик, и это пятерка, и все, и так играют три топовые китайские команды. Я видел героча в бане от Тундры, по-моему, или от Эсов, что ли, в предыдущей карте. Причем на бан вот именно фпшный. Там, знаешь, какая такая ситуация возникла один раз, то есть в пике герокоптер Висп, они идут на легкую, но... Но Висп керри, а героча. Да, ты понял, да? Это кайф. Это прям на клэмл. Наслаждение над Дотой. Ну ничего, друзья, скоро-скоро мажоры там, конечно, эти все герои всплывут. А почему именно это, типа, настолько сильно сейчас герб? А я не знаю, ну слушай, ну он там... Как это получилось? Он зонит нормально, у него там Rocket Barrage в одного героя нормально заходит. Есть танчик. А что раньше? Не было так? Миру тем временем зонит красиво. Могут убить, кстати. Fairy Fire? Да, все. Справляется. Живой, живой. Ну давай, ближе к нашей игре. Да, тут Ленинг встал. Марс против Эмбера. Ну вот наши аналитики тут вспоминали о том, что Найн на Марсе умеет выносить этих Эмберспиритов. И вот так поступает. С Торонто-Токио too much. Тобринг. Но по-какому слову. На другую сторону бюхик красивый получил сейчас, да, то есть это... Шипу тепло, что ты посмотри, крипа бью, 4 крипа. Плюс сам Марс сильно пострадал Торонто-Токио от этого первого копья, который он кинул, да, и, соответственно, потом входит с ребёк. Не, Найн крут, конечно, вопросов нет. Очень долгое время он пытается выйти в тир-один уровень. И в целом, я думаю, это самая, наверное, топовая команда, что у него была из таких вот неймов. Ну, вообще, да, похоже на пробу. То ему надо оправдывать. То есть это вот как в мире, да. То есть в мире, очевидно, очень серьезно повезло, что среди всех четверок СНГ, а в СНГ их очень много, и хороших, и плохих, но его выбрали и вот взяли из каскейдов, я так понимаю, судя по его никнейму. Вот, и ему нужно оправдывать себя, и он пока справляется с этим от начала до конца. То есть у меня вопросов к его исполнению, не знаю, ни раз пока не было на протяжении всего этого турнира. Фарк, тем временем, очень серьезно поседает. Мира получает стан от скитера. Криточек, Криточек сладкий прилетает. До свидания. Лицо Миры погибает. Ну, вот я не знаю, даже только что сказал, что меня не все устраивает. А, это всегда так, стоит похвалить, там начинается какой-то фейл. Но фейл-то не было, они думали, что они заберут лича, поставил Брамбл Мейст, а Брамбл Мейст никто не подставил среди там всех трех героев. Да, и Тайд Хантер при этом не смог добить лича, и по итогу вот ФБ за командой. Тондор, у нас интересно то, что линиями-то сапнулись, да, вот что важно. Важно то, что вот поставили Урусу на топ стоять, а снизу у нас получается стоит Тайд. Ты видел, как ее красиво как фестами? А, а, вот ты такой умеешь, я вот не умею. А мне не надо, я могу сказать, как он это красиво сделал, как и ты только что. Это правда, это правда. Но ты видишь, что даже в небоспособность у нас так красиво, что ты просто не можешь облечь это даже в соло. Я могу сказать, что у меня был потерян речь, и это тоже будет красиво. Хорошо, хорошо. Не знаю, насколько у нас у обоих потерян, важно то, что 33-й пока справляется с своим лайном, у него все в порядке, он соло здесь стоит, к нему пришел, правда, на топ обратно Ливан. Вот, будет помогать ему. Ну, Эмбер, 12 на 1, 16 на 1 Марс, пока компетент. Выход от Фаты, выход от Фаты, выход от Фаты, больно может быть, Торонто взрывает его Фата при помощи всего первого. Не ожидали, да, так что со спины может зайти герой. Причем, обратим внимание, что вторую карту подряд два опс варда ставятся именно в центр для Торонто Токио. Они здесь ставят эти два опса, но не глубоко. Со спины, с тыла вардов нет, и не видно просто перемещения саппорта вражеского. В общем, там я говорил о том, что надо бить Торонто Токио в лицо, иначе он разгонится и убьет вас всех. Вот в этой карте наконец-таки это происходит. Правда, надо облизывать мид, если там стоит Торонто. Надо выбивать вообще все ресурсы, стараться сделать максимум для Найна. Да, пускай он может быть не на самом сноубольном герое на планете Земля, который не сможет соло это выиграть, но все же нельзя давать этому Эмберу. Хоть какой-то продышки, если это возможно. Тем временем, время рун. О, Скитер, Скитер, ты куда пошел? Не поддержал такой коллапс. Серьезно, думаю, что он здесь выживает, если что. Это было опасно. Довольно опасно. А если бы Мира раньше нажал бы свой второй, то вообще было бы супер-эзи, Скитер бы вполне вероятно. Подозреваю, что в этот момент именно коллапс, и он так сказал, я не пойду, и там уже, соответственно, его саппорт тоже не стал идти дальше. Далеко не всегда даже такое убийство полезно, потому что если на лоу-ресурсах Керри стоит, то он часть крипов не будет добивать. Есть такой залом. Есть смысл его и так подержать, и особо не давить. Давай раньше Вичка забирается Торонто. Ну, всегда план камбэка есть. Если в центре продолжат, точнее, душить, да, будет к Марсу куда-то перетягиваться, пойдем в лес, делаем там небольшой стак, камбэк, возьмем левел 6, бутылку, первая какая-нибудь активная руна, ганг на Леона, на Лича. Это самые легкие цели вообще для Эмбер Спирита, то есть есть возможность за счет чего камбэкать. Если сразу сообщаешь, то я за Биерум буду отдельно следить, потому что предыдущую карту, его Гримстрок мне вообще не понравился. Максимально было печально видеть его ультимейтинг. Взял на карандаш, да, да, поставил точечку, знаешь, двойка карандаш, а потом, если что, обведу. А потом исправишь на какую-то оценку. Ну, я думаю, что обводка скоро. Ждем, ну то есть в данный момент он не забрал руну, но это не страшно. Там два стана было у него, импейл у противника каски. Тем временем скитеров рефармит на боте, у него топовый натворс, ему по чилу максимально просто по кайфу, а у нас по кайфу 1.76 на Тим Спирит от паримач, конкретную карту в лайве и двойчика на Тундручку. Ну, в целом отставание, конечно, присутствует у кор-героев вот по каждой позиции Спирит, но оно, опять-таки, не критическое. Да, 200-300 голды, вполне себе там какие-то парочку хороших выходов, разменов и все может реабилитироваться. В целом даже общеэкономического превосходства Тундры тысячу нет. Говорит о том, что качаются примерно одинаково. Ребята, коллапсыч, коллапсыч, лицо разбивается. Просто вообще взрыв лица от начала до конца. И это крит, еще один, до свидания. Далековато был Мира, Мира там выпулил, чтобы чем-то занимался, он был просто занят. И в это время была произведена атака на Тайтхавтера. Упустили момент, и вот уже третий фраг до Тундра. Все хорошо. Руна контролится на топе, забирает руну иллюзий. Эмбер Спирит. И Пошка, если что, готова страховать. Курьера перехватил, как Бивер его не законтролил. Это Транквилла были еще, кроме этого. А будешь? Смотри, ой, 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 ой. А вы, кстати, я думаю, прекрасно знаете то, что копье Марса станет только одного. Вот, и, соответственно, если оно попадает в иллюзию, то оно станет иллюзией. Хотя дамаж может пройти и под Воронто в том числе. Но если он откровенно прям не попадал, с большим запасом. Опять попытка атаковать Пату, может быть, получится или нет. Скитер старается сразу дать размен. Фата дерется до последнего. Успевает дать еще один пласт. Погибает Лич. Энгра Смэш, хорошо, по коллапсу Кривц. Вот он, Скитер Киллинг Спири уже очень мощно на топе. Я Торо погиб. Она только под Маледиктом 33-му. Вообще кофиг по жизни, но вот Я Торо, да, погиб, к сожалению. Я Торыч. Это Тимбер в соло против двоих справился? Фантастика. Красава 33. Тимберсо, Тимберсоло. Тимберсоло, Тимберсоло. Да, хорошо звучит. Мне нравится. И нравится этому Тимберу. И нравится Тимберу, а нравится нам, знаете почему? Потому что это означает, что у нас вполне вероятно будет третья карта, если все так будет. Ну ладно, ладно, рано делать вот 2 минуты только, ну камон. Ну там ВК, это не меня Киллинг Спри. Такие ВК очень сложно преграть. То есть у тебя Родианс ранний будет где-нибудь на 13-14 и все, как АВП. А мы все равно постараемся. Все равно попробуем. Ну не сдаваться, ну что, не ГГ пишем еще, ну камон. Не, не, время, время все. Ливаем всей командой и погнали на третью карту. Слышится дух Каспера в моих словах. Речи, да, но он только похоронил уже получается. Я не в курсе, как Каспер комментирует, но в целом возможно. Так, Торонто. Чейнмелл себе взял, не так больно будет теперь получать с руки от того же Марса. На центре, да, Торонто в итоге. Пока выходов нет на крайней линии, пытается камбэкать просто в центре, там за счет леса. 3000 натворство, кстати, он Марса обогнал по фарму, между прочим. Максимально пассивный мидл на самом деле. Ни тот, ни другой никуда не двигаются. К ним тоже особо не двигаются. Вот один раз Фаточа выходил, Гангау, и все, и на этом все закончилось. В случае, причем с Тундру, здесь 100% нужно вызывать именно Леона, потому что Эмбер Спирит прыгает, и тебе нужен контроль нормальный. У Фаточа все еще нету третьего. Как он там называется? Синестер Гейс, да? Да. Давно отлича не было, я очень рад тому, что хлопца взяли. Проверка на комментатора, как вторая способность? Какой-то там шилд, типа Айс шилд. Прост шилд. Я помню, что первый назывался раньше Новый, и он сейчас называется Новый. Да, просто Новый. Там, типа, изменили у него название, у первого. Оригинальное было другое. Сейчас класс. На Найн. На Найн. Карена поставил защитного характера, два телепорта здесь, Лайн придет. И Таран Токи ждет, получает Хекс. Каски. Нет подкопа, все равно теперь есть подкоп. Есть подкоп. И дальше. Фесты. Надо фестами нажать, ремонт нажать. Все. Таран Ту знает все клавиши, смотри. Его оппонент в предыдущей игре на паке не нажимал арку перед этим фейсшифтом. А этот парень нажимает фесты сразу после ремонтной. И даже внутри ремонтной цели, кстати, тоже может от фесты. Есть ощущение, что он специально ждал, что телепорты были до конца дочитаны. Он знал, что выживет в любом случае. Он 33-й, который байтит. Так, но остановить надо чейнами. Подмаледикт Каски прилетели. Что дальше? Просто объем с руки, и урона просто не хватает, да, насколько я понимаю. Чакрам, Торонто Токио, опасность, Лейт Уфис, Торонто Токио, стики, исполь Торонто Токио. Ремонт, боже, добили, но это так было на Тоненького. Я уж думал, можно было зафейли здесь. Зафейли действительно было можно, но Торонто Токио справляется. Задача выжить и убить. 2-5. Немножко реабилитируется по экономике, ребята, из-за спирит, но по фрагам все еще впереди именно тундра. Ну, это Шапиро поднимает сейчас руки, говорит, это был спейс, я стелил нереальное количество людей сюда. Да, Дайя погиб, Дайя задавил за Т2, зачем-то пата получает мэриникс тебе в лицо, а еще пару фистов, и он умирает. Случайных, кстати, нет на Ронто Токио, в копье мимо, Найн. Найн, не так, Найн. Ничего страшного. В следующий раз получится, главное не сдаваться. Можно нажимать сколько угодно. Пока Гаганин писал, все в порядке. Рон стоит, можно кидать нюки, все верно. Да. В румхэндл появляется у Эмбера, довольно приятная для него вещь. Возможно, отдаст турсе, возможно, оставит себе, и так, и так будет хорошо. Мир, тем не менее, с Транквиллами бегает, теперь нажимает третий на Найна, и что, корона. Ну, корона поставлена, вопрос другой. Как отсюда выйти? Выхода нет. Выхода нет, скоро рассвет. Плющ поверни и полетели. Ну, вообще, арену стоит и тратить на вот такие. Так чего нет, ну, ты можешь делать просто фраг, заработать деньги. Ты для чего в центр пошел? Чтобы ставить по КД арену и выигрывать что-нибудь, да, пространство, героев обыгрывать с вражеских. Так что фраг хороший. Хорошо. И Рейс Кинг там показал Армлет нам, да? Вот Армлет, это, понятное дело, одна из ветв развития Рейс Кингов в нынешней мете. РПГ просто пошло. Да, потому что есть вариант выхода через Мидас. Здесь Армлет. Вот с Зауром Куманом недавно общались, да, после игры, где он сыграл хорошую катку на Рейс Кинге, победил. Он сказал, что в некоторых ситуациях там вообще Рейтинг не нужен. Я так подумал, а нужен ли здесь Рейтинг? Ведь можно поиграть через Армлет с Энжиньяж. Интересно, кстати, тоже вопрос открытый, мне кажется. Ну, видишь, мы еще смотрели, например, пока Дахак играл, да, в прости, если... Или я не знаю, они вылетели, не вылетели уже, мне кажется, вылетели. Ну, важно, не это, важно то, что он, например, на любом герое Мидас собирал. Там Медуза та же самая, ты думаешь, так, окей, подождите, Медуза. Он же вроде и так довольно быстро парнет, зачем тебе? Он с Мидасом быстрее. Ну, с Мидасом оказывается быстрее, да. Эмбера поймали, убили, Бивер делает это убийство. На скитерить атака планировалось снизу, но скитер вовремя оттягивается. Но вот если в первой карте тундры выходы вообще не получались, то сейчас прям хорошо. Делаются фраги какие-то, Ятора погибает, Эмбер погибает тоже. С другой стороны, время для контратаки. Как только проснется Эмбер обратно, нужно атаковать из-за того, что нет ультимейта. Да, нету реинкарнации, нету фингера. Это все опасно. Опять же, можно либо атаковать на ВК, либо Дефед Миддл в порту. Ооо, ну ладно, короче, я понял. Это третья карта. Почему? Ну, потому что только что забрали 100 геймшинтов, например, у Ятора. У него не будет такого раннего хорошего старта после БФа. БФ пока, кстати, тоже нет. Ну, хотя бы на Творс есть, да. Опять 300 у него, ничего страшного. Но, тем временем, Торонто... Родость не изустра ходит для Торонто. Вот тут, в отличие от предыдущего драфта, да, где у тебя есть подсейв от Оракла, а у Оракла есть подсейв, в свою очередь, от ОД, здесь у Эмбер Спирита, который играет против Леона, который довольно много дает контроля против него, и Марса, который соберет Юл, будет также его станить постоянно. У него нет вообще никакого подсейва. Теоретически только Террорайз, да, от РСК, которая сможет как-то остановить атаку. Ну, в таком случае, Ировага — это подсейв. Ну, в общем, мы можем все. Это, скорее, даже не подсейв, а контр-инициирование. Да, да. Out of Defiance появляется у Тимбера, действительно, довольно рано. Хороший старт у Тимберсоу, и в соло тут показал классную игру 33-й, поэтому претензий никаких. Заслуженные 2000 слейнингов выносят ребята из Тундры, при этом они запушили довольно непопулярную для стороны Дайер вышку первую, это верхний Тауэр, да, то есть не нижний, а верхний. А нижний-то сломать можно, и вот уже к Рейс Кингу будут перетягиваться герои сейчас. А вот команда Spirit, чтобы собраться на топе запушить, ну, придется, конечно, очень много времени потратить. Смог от Бивера и Найна. Уходит вражеский Илья, ставит там агрессивные варды. Причем вард на треугольнике также они поставили. Приходит Эмбер Спирит на арену, он-то его ловит. Аккуратно контролят, ставится арена копье. Но Террорайс тот самый и рэвэш тот самый. А это что? Это контр-инициирование. Найс Гангейм. Слушай, как мы и сказали, прям читаем, да, Террорайс и рэвэш. Да, что-то... Ультимейта 2 есть, да, в команде? Мы их назвали, назвали. Причем, мне забавно, что мы об этом только что сказали, что если Эмбера будут ловить на копье, нет сейва, но есть контр-инициирование. Пожалуйста. Вот оно. Я не очень понял, зачем вот так вот дайвить в чужие леса. С одной стороны, конечно, молодцы, что еще вижен поставили, но с другой стороны, что? Почему? Так, БФ тем временем появился на Урсе. Вот это, возможно, кстати, центральный переворотный момент. Я не имею в виду именно БФ на Урсе, который, может, не в самом лучшем тайминге, но самое главное, что он есть, спасибо. А то, что вот эти 2 фрага, они могут затормозить развитие тундры. Как-то не хватало урона. Там, на самом деле, Эмберспирт, когда пришел на аренду, он успел подключить фламгард. И он, по-моему, там, да, он раскачанный. Исвестный лайн такой смотрит на это, но фингер, да, оттолку, впитается в фламгард, урона не хватает. У него точно он был уже к этому моменту, вот вопрос. Потому что, я помню, что они недавно на него скидывали, пока его на карте вообще не видно, но он, в принципе, и не нужен. Вроде как, его даже в ВИЧ не зовут гонгать. Он в одиночестве, в печали. Что-то стакает, наверное. Что ему еще делать? Скиддер, тем временем, продолжает фармить. Уже с армлетом у него, по-натворце, все просто замечательно. У него будет суперранний радианс. Против этого суперраннего радианса пока, на самом деле, ответа какого-то нет. Потому что, в принципе, стирать 2 раза ВК будет очень-очень сложно в этом наборе. Я думаю, надежда должна быть на то, что у хлопцев останутся хоть какие-то спылы, типа Террорайза под его труп, да, под его реинкарнацию, либо Маледикта, который даст хоть какие-то демеджа. То есть какие-то спылы надо просто сейвить, стараться сейвить под реинкарнацию, иначе вам не сдобровать. Интересно, там вот Вард стоял, видели ли этот смок, 33-й, так стоит, как будто бы... А там байт, там байт, там, потому что идут еще так же герои команды Тундра, успеют ли быстро забрать Тимбера, лич рядышком, ли он здесь, и нет, не забирают. Просто шилд, пожалуйста, он будет разворачиваться вообще. В 15-м минуту там еще руны можно коллекционировать. Собирает снизу бьет Лундра и... Слушай, а зачем они туда пошли в таком случае? Хотели бы просто ганг, торон до Токио. Фак, стоп, вернулся, коллапс пошел вперед, там нет будет драки, коллапс. Но будет, если что, Террорайза, готовы развернуться, отцепляют, отрезан от своей команды, оказывается Бивер, Маледикт, получают просто урну, гаш, и издалека пробивают его. Двоечка постепенно из карандашной превращается в ручку... В ручку чернильную, я не знаю, как правильно это назвать. Какие ручки в школе? Мэй! А что там, больше ручек нету? Ну, гелевые хотя бы, нормально. Вот, нормально. Я просто реально миллион лет не пользовался ручками уже, но... Ты настолько старый, может, и пером пользовался. Да, так и было. Как Мушкин сидел, знаешь, что... Ну, Камори, Дуб зеленый. 1,3 и 3, тем временем, на Тундру, а Дуб зеленый у Тим Стеррорайза, который 3,3 проигрывает сейчас по коэффициентам. Даже Террорайз давать не стали, слушай. Торонт таки просто ушел. Так, вопрос другой. Ну, Торонто. Ну, забрал сейчас руну. Забрал? Нет, на боте руна... А, нет, да, на боте там регенерация. Повезло немножко марсианину. И время идет, а Урса с БФ начинает перефармливать Рейс Кинга, который играет с Арметом, напомню, без Медасы. Я Торос сейчас будет поднимать себе большие-большие деньги. Он в планах у него купить себе Сен-Джин-Яша. Просто зато побольше, да? Статус эффект резист какой-никакой. Просто для ловкача хороший айтем. У меня вот вопрос, на самом деле. Сможет ли пробить вообще Урса, даже несмотря на свою пассивку, Тимбера? Потому что там еще же щит от Лича. И мне кажется, что Лич единственное, зачем был взят, да? Для того, чтобы не давать Урсу так быстро перстить оппонента. Я думаю, что там самая главная проблема будет в Веселе для Тимбера. Там же вот Тайдхантер, по-моему, да, купил? Есть он или кто-то? Урна точно была. Урна была? Урна точно была. Покажите нам, пожалуйста, Тайда, если возможно. Не, не Тайда. А у кого? У Вичдактора? Нет? У Тайдхантера. Неважно, неважно. Вот, вот, Весел. Спасибо, что купил прямо сейчас, когда мы начали об этом говорить. Но это прямо самая главная проблема для Тимбера, да? То есть, окей, там Урса может пробивать, не пробивать, не так важно. Весел набросил, какой-то урон ты скидываешь Тимберсову, он погибнет. Тут опять фигиулы, какие-то лоту сорбы. Все об этом должен думать как раз-таки Тимберсову, чтобы просто элементарно танковать, выживать, впитывать больше. У меня в гараже есть кассета, даже спринт-гранатовый альбом пишет нам зритель. Респект, уважуха, я вот перрон пишу, а у тебя кассета-гранатового альбома. Получается, не совсем old. Но это правда. Довольно старт. Это 97-й или 99-й год выпуска. Еще и на кассете, думаю, все это как-то будет. Так, потом, знаешь, карандашиком, короче, засовываешь и мотаешь, чтобы перемотать пленку, не тратить горение. Ладно, проверка на old-вость прошел точно. Так у нас ничего не происходит, кроме вот этого смока. А там смок на барде нажали. Афат, 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 здорово. Он пошел на барде, на барде? Ну и поэтому он и пошел, видимо, умирать. Просто развеять сопицом. Телом? Да. Развеиваю телом. Слушай, это звучит как объявление в газетах. Развеиваю телом? Ну, я имею в виду, знаешь, там, экстрасенсорные способности, вот это все, там, снятие порчи, развеиваю телом. Эзотерика какая-то. Ну, лечитель занимается, практикует. Но на самом деле мне казалось, что просто читался этот выход под смоками, потому что вард стоял, не знаю. Можно было просто вообще никому не умирать, спрятаться под вышкой, да? Тогда бы спириты просто пробегали. Ну ладно, может быть, действительно просто не заметили, что смок был использован. Или там смог был использован так, что вард не видел. Куча вариантов. Вард стоит, где сгорит, из окна вид на даль. Это из раннего, Пушкина? Нет, это из-за суда взялась печаль. Так, 33-й заходит на ХГ. У коллапса, кстати, на два лавла меньше, несмотря на то, что они визави. И, по-моему, Тавра вообще падает безапелляционно. Каким-либо образом здесь невозможно его затерпить. Треугольник заходит, опасно ставится арена на Мереску, но успевает спятаться в Шаду Реалм. И может, сможет ли выжить? Терраясь под себя? Нет, там, вот, Сребюк. Печуль. Ну, там минус Тимбер, кстати. Ну, слушай, Тимбера убирали. Ого, ну, это Весел. Он не прочитал Весел, походу, не понял, что ему сейчас Габелла. И Тора, тем временем, принес себе Сенжиньяшу. Напомню, что Радиан с УВК, ему бы подраться хорошо. Он заходит в спину, там, коллапсис, еще может выдать хоть что-нибудь, хотя Раваги уже нету. Мипошич пытается жить, очень сильно горит. Тем временем Лища ульта летает. Налево-направо. Ятор Сторон. Найн вышел, а Смитер сзади бьет. На самом деле, Спириты сейчас драку могут и проиграть. С саппортами-то они не справились, а с Китером молодец, он нашел свою цель. Оп-оп, пробить, пробить, хочется пробить. Получает станщик в ответ, Етора, получает МФЛ, и ультимейта же нету. Туда же Спириты полезли-то, они втроем в трекор-героя, там есть саппорт. А рекарнацию надо пробить, надо пробить рекарнацию, срочно, срочно пробить. Просто жесть, Спирит. Зачем главное? И опять теперь Миреско прилетает. Мира пробить, Бедлам не работает, слишком далеко. Террорайс тоже не нажимается, Мира. Спирит навармливает. По себя бы накинул, хорошо. Какое-то дополнение будет? Нет, да. Фитфест от команды Спирит. Во что бы то ни стало, они решили убить этого Рейскинга, сбить реинкарнацию. План так себе. Зачем главное? Ну, сбили вы реинкарнацию, и что дальше? Что, он от вас убежит обратно? У вас ресурсов ноль из нуля. Сейчас еще и баунти-спаунится, там можно потенциально три забрать за команду. Лундра идет теперь коллапс, соло-воевать. Ну, плотно нафитили сейчас, конечно, ребята из Спирит. Они только-только, на самом деле, от камбэчили полностью, да, они по экономике вышли в ноль. Там был баланс, и сейчас вот, проиграв эту драку, они отстают снова 2000. 4 килла просто без ответа катали. Очень странно, короче. Ну, опять же, да, мы понимаем, что они потратили Равагу на 33-го, и того 33-й выиграл файт. Просто он об этом еще не знал, когда он умер. Вот, но он выиграл файт, потому что на него потратили нереальное количество ресурсов, и теперь их не хватило уже, в свою очередь, на то, чтобы добить оставшуюся команду. Тем временем появляется Блинк у ВК, он снова топнет ворса, потому что ему зафидили крепко, и у него идеальная жизнь с идеальными пропорциями. И отыгрывает круто. Атэд Мэйбелин, да. Гиттер отыгрывает круто, действительно, игра в армлет, игра на тоненького, там, где нужно идет, добивает, там, где нужно разворачивается, где-то нужно отбегать, поэтому будет очень клево. Молодец, да, покупает себе Блинк Даггер, 17-й уровень у него уже. С таким Рейс Кингом будет очень сложно бороться. Посмотрим, что спириты. Опять придется возвращаться. Мне кажется, знаешь, вот подобные драки, это эффект усталости. Они выложились очень клево на первой карте, на вторую же, знаешь, в какой-то момент ты отпускаешь концентрацию, отпускаешь дисциплину, говоришь, ну пойдем добьем, давай, 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 да вот немножко осталось. Да, 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 ты прав. Вполне вероятно, именно так и есть. Очень тяжело играется, в самом случае, в этот раз. Ошибок в миллион раз больше, и нет холодного расчета. Нужен какой-то один здоровый холодный лоб, который скажет опции, ну давайте немножко отступим. Например, Випошка так может сделать. Мне кажется, вот он человек, который вообще очень спокойно относится к игре, и очень расчетлив. Тогда может быть лучше сайлента позвать. В плане спокойствия, да. Братан, скажи нам, пожалуйста, чтобы это там, Думу на сейфлайн пикнули. Как было и времена. 22-ая минута, тем временем 8-12. После этого, этой драки, коллапсы компании решили немножко остудить. Но остужение происходит сейчас только на его спине, потому что бьют. Ооо, Мира помогает, там шлепает. Тайда, станчик от скитера, может бы быть? Нет, не может, коллапс улетел, Мира подсейвил. Молодец, погибает за хорошего своего друга. Время идолу Тавра умирает. Да, с учетом того, что хотя бы вышку смогли в компенсацию забрать, покупает Блинг Урса, готов будет уже до нужной цели добираться. Это была проблема, основная как раз предыдущего проваленного файта, где до саппорта просто не смогли добраться. Где-то воронто Токио не дошел чейнами своими, не запрыгнул. По итогу Урса тоже дойти не смог, у него только БФ и Сен-Жин-Яша. Но появившийся Блинг, это открывает возможности краски для убийства Лайна и Лича в драке. Это важно. Там на Рошана заходит Тундру, успеют ли собраться? Нет, Мирецкий все еще 5 секунд. Ой, сейчас бы терроризуем бы туда, с роважечкой сладкой. Ух, и там Барт стоит, все бить прекрасно в Лундах. Сверху с Тальцом закусить, знаешь. Чицочно? И борщицом. Чесночок такой прям уже ждет тебя на булочке, точнее на этом, на черном хлебушке. Ну давайте, давайте, валите уже. Они успевают, они успевают, там не так быстро Рошан падает. Все, 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 коллапс можно дать. Сверху Райс. Хорошо, по двуму. Там БКБ у Найна. Я Тора прыгнул. Я Тора! Найн забирает Аегис. И Дайр забрали Рошана. Маледикт неплохой, кстати, урона много. Найн БКБ. Торун Токио прыгает дальше. Минус лич. Что тебе он делает? Ну да, минус лич, но с другой стороны им лич это особо не нужен. Лич успел дать ультимейт. Тем временем попытка Доджестана. Равага по двоим добили Леона. Можно дальше пробить Скитера еще один раз. Весел. Весел. Скитер не поиграешь в армлет. О, тычечка сверху. Там тем временем рубило против Найна. У Найна, напомню, есть Аегис. Неужели они еще и пробили? Но нет БКБ. Коллапс, коллапс, ладно. Окей, коллапс может погибать. Ничего страшного. Главное, да, то, что он выигрывает время. Тем временем Найна убили первый раз. Далеко ли он? Там линкаут. Там линкаут. Там ушел спауна. Но драка, тем не менее, с учетом того, что они все-таки проворонили Аегис и Рошана, да, соответственно, спирты неплохо подрались. На этот раз, видишь, получилось убить быстро двух саппортов. И уже игра выстраивается чуть поинтереснее. Есть варианты кайкить соперника, разводить на БКБшки какие-то, Рейс Кинга убивать через Весел. Открываются перспективы. Сейчас стало чуть-чуть попроще. Но, опять же, то, что Тундра все-таки успели забрать Рошана, это очень важно. Я тоже попытался играть на скилле, прыгнуть. Торнтоки, точно, прошу прощения. Но немножко не получилось докликать. Или переклик. И ты хочешь сблинковать или нет? Нет, ТП на ботом. Окей, там нашли кого-то. Там нашли Фату. Идет ганг-отряд, ты посмотри, за компенсацией. За расплатой. Ревенш. Ятора прячется. Блинк, Кутин. Ну, вообще, Мира там на подсеве может еще сыграть. Блинк-аут от Ятора. Рядом был Леон, но он решил не встревать. Слишком уж опасно далеко от своих фронтлейнеров. Жестко. Жестко. Слушай, мне начинает нравиться эта карта. По-настоящему, прям я начинаю в нее влюбляться. И не хочу ее отпускать. Очень похоже на настоящий стиль с НГ-доты. Устроили сами себе проблемы. Теперь эти проблемы решаем. В общем, очередная ситуация, которые смогут ли выбраться, ребята, из спирита или нет. Узнаем уже в ближайшее время. Все, что надо дождаться, это БКБшки на Торонто. И наверняка еще какого-нибудь одного слота от Урсы. Если до этого подраться, могут быть не самые лучшие последствия. Да, БКБшку также еще и Ятора фармят в себя. Там и Рейс Кинг покупает себе БКБ. Есть и у Тибера. Вообще пофигу на БКБ. На ВК это не артифакт. Но уже видишь, уже Веслэм не поиграешь против Рейс Кингов. Есть нюанс. Так. Медаль. Саларник, точнее, появляется у Тайдхантера. Мне нравится, что он пытается играть на баф больше. Здесь это правда нужно. Иначе у них просто не хватало бы демджа, если он пошел бы играть как-то по-другому. Тогда ждем кого-то Владмира, да, под Урсу. Можно и Владмира. Дембер с спирита тоже. А вообще Владмир, дезолятор, ТХД, все дела. Разваливаешь кабинет. Люди умирают. Кричат. Пытается не захлебнуться среди твоих проваженек. Ой, Ятору там потерял Миттерлхаммер. Что? Что? Курьера сбили. Оставил? Оставил. А, окей. Но при этом, понятно, по какой траектории шел Курьер, где находится соперник. Поэтому встречает Мира, прячется в Шадоу Реалм. Сделает Телефорт. И Тор не успеет. А Ятору прочитает ли его здесь? Очень опасно его идут проверять. А у него ТП нету. А кто не... А, он нес ТП себе в Курье. И оно... Курьер мимо, мимо. Убители, убители. Еще одна Кура. Господи, это истребители. Это просто Вторая Мировая. Сталинград, говорится. А, это Апсервер менял нам туман войны, поэтому я думаю, показано. Курьера не видели, они мимо проскочили. Не видели. Боже мой. Только крипов нельзя бить. Только истребители. Беги, беги. Блин, в сторону. Заплетело карты. Так ты же умрешь. Он умрет. А почему он просто не пошел вниз? Они снова у него найдут. Так, истребители полетели. Налево, направо. Вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он. Вот он, вот он. Прингаул. Нет, все. Он еще Курьера снял. Ну ладно. Жесть. Не, на самом деле, кажется, времени выиграл очень много. Хотя ультимейт не нажал, когда я его закрыл. Какая разница? Ну, еще бы дальше убивали. Не, ну, с другой стороны, ты смог. Это возможность кого-то убить, возможность забрать Т2 в вышку. Ну, я не знаю. Ну, короче, жестко. Короче, он убил пачку крипов, заставил поставить, по-моему, вард, забрал Курьера, и в это время там вся его команда фармила, что-то там забирала. Наверное, не так плохо. Но, конечно, терять керри невыгодно в данной ситуации в любом случае. Но хотя бы что-то спириты получили за это. Хотя бы так. Ну, итого, мораль такая. Носите с собой ТПшки, а не в Курах. Куры имеют свойство умирать. А ТПшки имеют свойство заканчиваться. Чем есть на данный момент, да? Плюс один. То есть, когда у тебя ноль, бери одну хотя бы. Нет, текущее количество ТПшек плюс один. Плюс один, да. Идеальный метод. Итого с тобой не будет происходить вот этого всего, а комментаторы не будут сидеть. Да. Копье сквозь коллапса прошло. Так просто эту Тайтхантера не взять, конечно, какими-то копьями. Но Т2 хотят забрать ребята из Тундра. И пока нет Урсы, действительно бой спириты дать не могут. Попробуют, конечно, через нижнюю линию. Там, да, Миреско занимается тем, что сплитпушит, Торонто Токио вверх отбивает. Кекс внезапно. Есть лэпгард, правда. Стан. Сейчас будет еще один стан, потом Симфер есть. БКБ-шки, что нажать? Он не успеет нажать. Там чейн стан, и там контроля много. Но это при этом все равно, конечно, ошибка Ember Spirit. Он должен был понимать, что возможность атаки присутствует, что лайн есть. И там блин, конечно же, будет. И здесь уже подставил сам Торонто Токио. Теперь появился Урсы, нет Ember Spirit. И опять нет возможности подраться. Да. Там терроризы в любом случае нет, так что не страшно. Но с другой стороны, без Фингера, без ультимейта Лича и Марсовой Арены можно было бы подраться. Это было бы неплохо. Вот сейчас, смотри, 30 секунд появится Ember, 30 секунд появится Курьер с БКБ. Ну, через 30 секунд ждем, наверное, вылазки от Спирит. Да. Нужен смок. Нужна хорошая атака. 4000 всего перефарма, то есть, казалось бы, да. Мало того, у Team Spirit еще есть потенциал взять товара. Товара тоже будут давать деньги. А у Тундры больше товаров внешних нет. Они не могут, соответственно, собирать бабосики. И по факту, не то чтобы они тотально перефармливали своего оппонента. Да, они контролят карту. Да, это может прийти к ситуации, в котором денег будет совсем-совсем мало у Спиритов. Но пока все под их контролем. Не так все грустно. Сильный-сильный рискинг сейчас, да, 20 тысяч нутворс, оверфармит Фиаттора. Посмотрите на эти слоты. Появится в следующей драке Арсалт Керас, левел высокий, Скиттер. Реально керируют пока эту карту. 7-0-3. Все, что он терял, какие-то жизни, это были реинкарнации. Найдут сейчас кого? 33-го. Вот, слушай, ну это хороший фраг. Еще бы нет. Что-то замешкались перед атакой. Да. Мог сразу просто гашенька начать. Ладно. Что там еще? А Тимбер-то еще и не уходит. Он, слушай, там остается. Дезолятор тем временем на Марсе. Уже больно будет. Там еще Арсалт Кераса, сами понимаете. Смог. Тундра будет идти к своему Тимберу. Захват аванпоста. Тундра, это прекрасно. Видишь, ты знаешь, сканируется территория. Торонто-Токио. Из Чинстана могут не выпустить. Конечно, коллапс контр-инициирует. Суть чего ставится вард. Торонто-Токио за этим смятым, за деревом. Первый. Парни на Торонто. Минус лич, минус два саппорта. Можно разыграть. Раз каи. Торонто-Токио. БКБ нажимает. Играет с соперником Чакрама. И мимо на Найн. О, на Найн добили. Нормально. Скиттер тем временем. БКБ-шки бежит Дейтор. Станчик. Но там овер в чардж. И сзверху надо жрать. Тезик куда-то пришел. Родной. Я понимаю, что он выигрывал время. Пытался когда дождаться, когда лич придет туда. Возможно, ВК придет к нему. Но нет. Зря он сюда пришел. Но команда Spirit подставляет вперед Эмбера. А ведь предыдущий момент был какой. Эмбер подставляется, они его убивают. И все классно. А теперь они видят Эмбера. Ситуация повторяется. Но на этот раз был коллапс, который сыграл просто великолепно. Прыгнул, дал реведж. И они перевернули полностью драку. Это был стиль СП. Собака Павлова. А-а-а. При ручении. При учении. Повторение. 3П, СП. Изи катка, изи лайв для Team Spirit. Классный, классный. Кабэк шикарный. Fight сейчас продемонстрировали. Причем без отдач практически. Да, то есть вообще никого не потеряли, насколько я понимаю. Потратили только БКБшки там секунды. И все на этом. Был байбэк от Лича, конечно, в драку. Там Лич и Лайн так и не вступили. Их просто очень быстро сбрило за реведж. Ну и Тундра получили такую достаточно серьезную пощечину. Нужно будет распрять духом. Фат опять подставляется. Фата. 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 Ну знают, что он здесь стоит. Чинфрост. Внезапно Синистр Гейс. Погиб. Минус Чинфрост. Из байбэка Лич погибает. Пата. Спит. Патон. Заснул. Провалил. Игра для него уже начинает идти. Слишком уж быстро его скушали. В предыдущем тимфайте здесь. Ой, слушай. Самое с чемпортипроизводство. Что там? Что там такое? Ну ты там Рошан появился же. Там Рошан появился. А дайте 4-5. Надо кушать его. Надо кушать его. Ты же Урса. Кушай Рошана. Быстро. Быстро. А 33-й. А 33-й. А ты что здесь забыл? А ты что здесь забыл? Билочик. Окей. Нет, там опасно. Каскет летит обратно. Отойди. Скитер вошел. Прямо в центр файта. Вич Доктор погибает на веной. Торт прожимает ПКП. Влетает Бивера. Бивер скушен. Окей. А что вы можете сделать против такого? Нет Башера. Нет Башера, да? Ага. Еще не было. Но скоро будет. Следующим слотом. Но при всем при этом у Спирит мог быть довольно халявный Рошан. Но они остались возле Тир-2. Они сейчас провернули эту драку, разменявся фортов. И вот сейчас Рошан им так просто не достанется. За него будет Тундра уже драться. Но окей. Есть туда был дэмэдж. Забирает его себе Эмбер Спирит. Коллапс видит Рошана. И начинает просто бить. Нет Лайна. Но Вич Доктора тоже нет. Лич сейчас появится. Систанция будет 4 в 4. Алибарда покупает Тибер. Читают ли этот расклад Тундра? Курьеры потеряли. Теперь читают точно. Перетягивают. Есть ТП на аванпосты. И успевают быстро. Успевают. Дам Мурса. Правда отдают Эмбер Спириту. Я не знаю, стоит ли он того. Мне кажется, у Руса двойная тоже неплохо. Но с другой стороны, возможно, они читают то, что без ультимейта. Типа у Руса, все равно, они очень валидные. Поэтому окей. Это их дело. 17-17 счет. У нас дикие качели. Очень долгое время ощущалось, что Тундра держит игру полностью под своим контролем. Играет первым номером. Но теперь первый номер в руках у Тим Спирит. В ближайшие пять минут, ну или четыре с половиной уже минуты, они могут реализовать свое превосходство и вынести оппонента со второй карты. Ну вот именно по этой карте мы можем сказать, что играют практически два равных состава. Друзья, форма потрясающая, конечно, у того и другого коллектива. Но где-то в каких-то нюансах Спирита кажется чуть-чуть посвежее, что ли. По речь они используют свои моменты. Они реализуют их. У них получается реально клево. Это результат первой карты, их победа. Во второй карте они делают сейчас хороший камбэк. Ситуация полностью выравнивает с 34-ой минуты. 17-17, экономический баланс на карте. Но есть в динамике небольшое преимущество у Спирит за счет, опять-таки, забранного Аегиса. И посмотрим, как Спирит в этот раз его будут реализовывать. Ну, главное, аккуратненько. Потому что мы уже видели их заходы, залеты, желания. Кстати, замечу, что мне очень нравится их фокус. Они забили полностью на ВК, после того, как один раз они не смогли его убить в той самой драке на реке. Саппортов, главная цель. Убей саппортов, оставь ситуацию 5 в 3 и наслаждайся. Кайфуй. И у Фат этих денег нет. Он наличит только амулет, даже не Глимер Кейп. Что у Бивера? Блинк. И тоже не госсептеры, ничего такого, не форстафов. Никак не засейвит саппортов. Если на них нападают, это минусы. Они рэвидж пережить не могут. Торонто пошел лицом искать кого-то. Смока нету, я так понимаю. Поэтому нажимать нечего. И это плачевная ситуация. Тундра проигрывает много времени сейчас с Эйгисом. Две минуты уже прошло, ничего не сделали равным счетом. Пошли фармить. Ну, с другой стороны, они же понимают, что Тундра-то сами первыми не полезут. У них открытая карта. Они сейчас больны вот так вот перемещаться, фармить где хотят. Но Тундра, кажется, производит какой-то намек на нападение. У них есть хорошая позиция с хайграунду возле аванпоста. Там, если что, можно прилетать с байбэков. Очень крутая позиционка. Главное, саппортом сейчас не поставляться. То есть, Бивер продолжает, на самом деле, делать, ну, очень печальные позиционки. Умирать в начале файтов и так далее. Можно сказать, что Team Spirit, правда, хорошую работу демонстрирует в поиске его. Ну, палка в двух концах. Да, и там, и там. Там можно доиграть. И Spirit, и при этом клево действовать. Конечно, есть такой момент. Рейс Кинг, Дайбисел Блейда. Остается не так много. Вопрос оставлять денег на байбэк. Ведь, по факту, если против Эйгиса провернуть неудачную драку, на Рейс Кинге все-таки смогут его убить. Он получит там единственную смерть. Ну, да, но она может быть последней смертью, потому что там очень быстро снесут базу. Вопрос, ну, он не оставляет деньги на байбэк. Он приносит себе Эйбисел Блейб. Это важно. Эйбисел Блейб, тем временем, появляется на ВК. Сорри. Смешнявку словил. Нормально. Часик прочитал, там люди не ссоры. Тем временем, Эйбисел, о, полностью в Урсу, все въезжает. Туда же еще и Фингер, он, походу, погибает. То, чем я говорю по поводу Эйгиса, возможно, стоило именно ему отдать. Но, в любом случае, надо убегать Торонто. Торонто сваливает отсюда еще две минуты до окончания Эйгиса. Поэтому он может даже отдать свою одну жизнь. Ничего страшного. Главное, выйти из-под чейн-стана во второй. Но, кажется, что он и этого не добьется здесь. Там стан по таймингу, шансов, все нормально. Да, Урсу зафокусили. Как-то был уверен, видимо, Яторов в том, что он неприкосновенен. Что и Эйгис ему не нужен. Он так переживет абсолютно все. Но станов реально очень много у коллектива Тундра. И даже вот этот вот контр-ревидж, в этот раз к нему были готовы Тундра. Они просто провязали БКБ. Клево, клево. Молодцы Тундра, хорошая атака. Не испугались Эйгисов, пошли и провернули файт. Да, и они снова наверху. Снова переворот. Правда, каждый переворот у нас пока очень-очень минимальный. Но есть это самое главное, что у нас там летит скит-рута. Шарт вкусного. Шарт. Окей. Неинтересно. Никто здесь ману у него не выкачивает. Ну да, как-то. Поэтому я не за шарт здесь. Таким поздним таймингом купить. Можно было гоним уже варить, типа и вариться. Снизу, кстати, попытка поймать сейчас Миреску. Мира. Классно. Блинк, Юл есть, там возможности уйти много. Поймать, например, трудно. В леса. Да, была поставлена. Ну, арену не напасешься так сносить все леса. Там еще тимбер, правда, есть. Можно его попросить. Курьером, курьером исканируй. Опа. Нет, нет, не видели, не видели. Вот сейчас видели Брик Аут был. Брик Аут. Там, по-моему, даже не видно было эффекта, честно говоря. 33-й попытался найти, и Марс уже был близко с его Курьером. Это ощущение, что как будто бы заметили, да. Но все равно, конечно, сбить ДП. Я хочу статистику по уничтоженным деревьям. За эту карту. Потому что они очень серьезно пострадали. Я уверен, что Greenpeace бы просто офигел от этих чисел. Хочешь спросить, а что тебе даст эта информация? Что это за вопрос вообще? Кайф дополнительный. Кайф? От этой игры, да. Ну, больше статы, знаешь богу, статы. Ну, давай. Было пилено около 10 тысяч деревьев. Ага. Кайфанул? Да. Четко. Максимально. Жалко, что это непроверенная информация. Я требую только валидированную. А, только такую информацию? Да. Ну, это хорошо. Abysol Blade готов у Урса теперь. Угу. 3К за командой Тундра. 19-18. Соперник, кстати, Аегис уже пропал, да? Abysol, я так понимаю, что у ВК уже тоже есть, да? То есть это Abysol на Abysol. Окей, хорошо. Марс с нулифайром, кстати, очень интересно. Pure Hero Damage. 10 тысяч. Прямиком из-под 33-го. Ух ты, какую шмотку находит нейтральный скитер. Sword. Да, наверное, это, кстати, лучше именно для ВК. Из Тир-4. Мне кажется. Ну, вообще, он такой-то мобильный получается. Блинг, Abysol Blade, да, и причем еще и бьет с большей дистанцией теперь за счет этой шмотки. И там еще он, кстати, по-моему, Свифт Блинг наделывает. То есть он будет себя бафать. Раскинг тут крайне опасный, конечно. Ну, надо его не проворонить в драке. Секунд на БКБ, наверное, 5. 5 секунд как-то пережить. Потом на форстафах, реалмах как-нибудь уж. Видишь, вот ты можешь сказать, что Яторо погиб в предыдущем файте, потому что что? Потому что не нажал БКБ, потому что не ожидал, что так быстро на него влетят. Но ты у него 8 секунд БКБ. И у того тоже, да? И у того тоже, да. Все серьезно. Ну, для лейта готовится. Показывает нам плеер-компайер. Ну, очевидно, что не так важно, что там за компайер, потому что самое главное, что делает личик, это кидает щит. Этого более чем достаточно. Эта статистика ни в какую не попадается. И байтит на себя сверху опять Дарквиллоу. Смог команды идет именно туда. Но не байтит на эту тундру. Они находятся вообще в центральной части карты. Идут под свои варды в вражеский лес. Там они будут обитать. Там они будут фармить дальше. Ну, и спириты смог свой не реализуют, скорее всего. Но они хотят под 40-ую минуту захватить аванпост, чтобы получить экспы, что тоже, в принципе, довольно важно. Вопрос, стянутся ли тундра. Их, я думаю, будет устраивать то, что они запушат две линии. Сейчас заставят спирит все-таки вернуться на свою базу. Зажаться немного. Очень тяжелая моральная игра, мне кажется, для спиритов. Реально позднее время. А у тебя все еще противник каждый раз. Когда ты делаешь хороший файт, ты уже выложился на все 100%. А он снова находит какой-то опенинг хороший. Снова действует даже против твоего Егиса. С другой стороны, какая мотивация не играть третью, чтобы выиграть прямо сейчас. Да, но ты не об этом думаешь. Ты думаешь, как же тебе тяжело, щел вообще. Зачем мы первого выиграем? Сейчас бы уже спокойно челил в кроватке. Сладко-сладко. Все равно там сетка лозеров еще есть. По ней можно с легкостью пройти. Не то, что там сложные оппоненты. А то все-таки лозеров в такое же время в следующий день будет не впадло, да? Ну так ты, может быть, попросишь чуваков не рехосить матчи до этого. И все будет в порядке. Да, там доту помолишься гейбу, чтобы сервера работали нормально. Но тем временем 40 минут наступило. Действительно, по одному аванпосту захваченную было у каждой из команд. По две баунтируны забрали. Аккуратно пока. И вот сейчас появляется гонима Эмберспирита, кстати. Более мобильный будет. Опять же, тут не попадаешь под чейнстан. Хорошо, можно маневрировать, можно жить. Вопрос только в том, тундра будет ли клево скидывать свои станчики. Мне все еще кажется, что Айн Диск был бы валиднее в драках. Я думаю, до этого дойдет. Рано или поздно, да, он это сделает. Очевидно, что да, он тебя серьезно бафает. Если бы ты шел через Айн Диск, у тебя бы были проблемы с дэмэджем в файтах. Потому что дэмэдж имеет место заканчиваться. Особенно против двойного ВК. И 33-го, конечно же, который просто пережит банк консервов. И, извините меня, она не умирает так быстро. Вот его нам показывают. И Лотус, и Юльчик, и Алибардочка есть. И еще сверху Клака. Топовый выпал, на самом деле, один из лучших артефактов для Тиммера на Тир-4. Кстати, вот пока не купили Айн Диски, вот там Лотус намечается, вот Айд Хантер. Вот важно было бы, конечно, к следующему файту купить 3-400. Ситуация, при которой коллапсу хочется и на байбэк оставить. Потому что лейт как ни крути, да. Но с другой стороны, Лотус тут очень полезный. Я даже не знаю, тут очень сложная тема. Когда ты играешь на героях, у которых одна главная кнопка. Да, важно ее отдать. Оп. Проноскан, пошел. Пригвоздили, нули файр, Скиттер бьет, Рэвэдж есть. БКБ не нажали, не нажали, бэкинг Барри, минус 9. Байбэка нет. И фокусят дальше. Фокусят, рейскинг и первую жизнь собьют. Бить, 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 бить. Там очень много армора, там все еще айс армор работает. Но можно его добить, фингер неплохой. По феечке Скиттер разворачивается. Начинает хилиться сам, как бы лучше своего вампирника. Но есть Юл после инрейджа. Каски летят, БКБ от Скиттера. Каски отлетают. После БКБ, хорошо, лич после байбэка. Каски летят в ответ. Что происходит? Они не могут запустить команду спид. Минус лечит байбэка. Срочек от Ятора. Позволяет ему дальше биться здесь. Но ни ультимейта, ни БКБшки нет. Еще 14 секунд нет ульты. Надо бежать Скиттеру. Он отходит назад. Кольцо, оппонента. Япошка, хорошая каска. Отлетает налево-направо. По Скиттеру 33-м. У Торонто здесь. Долетает на 33-м. Весел, Весел, Весел. Набили. Кайс. Тем временем на развороте попытка пробить Итора. Но то есть ультимейт. Эпистол Плейс сверху. Все это в ВК. Сотка с секунд в таверне. Ё-май. Это безоговорочно выигранная драка от коллектива Спирит. Просто без шансов для соперника. Рэвидж без БКБшек были. Ребята из Тундры просто не оказались готовы. Нет реакции у Найна. Погиб. И все, игра сломалась. Какой камбэкич. Просто в Сахару эту Тундру. Причем нападали нагло. Эмбер Спирит. Просто ремнанты без смока. Залетают вперед. Получают копье. Синициировали. Даже получается первыми Тундра. Но контр-инициирование Тайт-Хантера дальше. Опять все получилось. Ну, все-таки, наверное, выбирал позицию для себя Эмбер. Да, и Тайт под него играл. Но что касается Эмбера. Аганим, вот тот, который мы говорили, очень серьезно сыграл. Тем временем еще Аганим появляется у Урсы. Вместе с Шардом, если добавить, то там очень-очень-очень приятно. Ой, своровал. Но Курьер был потерян. Сыра не будет у Тундры в ближайшее время. Ну, с другой стороны, вот этот сыр, кстати, повлиял на исход драки. Ну, предыдущий сыр, я имею в виду. На исход драки для Урсы. Подмечу, как классно сыграл дальше Эмбер Спирит. Он постоянно зонил саппортов. Он просто не подпускал лайны, леча. Он брал их на себя, пока Урса с Рейс Кингом боюет. Парни решили выиграть, мне кажется, эту игру. Ну, в предыдущем файте, я имею в виду, они реально устали просто. И я их прекрасно понимаю. Тем временем 4 тысячи голды у Урса в руках. Можно что-то еще докупить. БКВшка он переложил. После Эгиса будет нажимать. Но тут Рейс Кинг 22 секунды ждать придется. Придется отдать линию одну. Глифа нет. Я думаю, спириты могут остаться даже по воскрешению Рейс Кинга, провернуть драку. Ну, или сыграть с Ивови и все-таки отойти, уважив соперника. Да. У нас нету Мирески, она выкупалась, потому что ее очень быстро убили в начале файта. Лич выкупался и все. Больше никто не выкупался. Но по деньгам не хватает УВК. Спасибо, что нам показали. Я думаю, время следующего файта тоже стоит показать именно их. Вот первая смерть Рейс Кинга, да, наступила вот на 40-й буквально. Безошибочно играл Скиттер. И я не могу сказать, что здесь он ошибся. Он же просто дрался. Он так получил, что команда умерла, и он оказался бессилен. Так получилось, что команда умерла. Но Свит Блинг хочется купить, потому что Свиток был приобретен. Видимо, на вайбеку надо оставлять не планируют. 26 уровень также. Тернал Шрауд набирает Тимберсоу. У саппортов мало, конечно, Тундра. Вот прям не хватает импакта. Прям уж совсем. Бивер купился Блинг Линза, да, у Лича Глимер Кейп. Он смог себе его приобрести. Действительно, в драке саппорты прям их не видно. Пошло. Остается заходить на ХГ. Да. Батят ТПшкин. Я вот даже вспоминаю предыдущий файт. Насколько полезны были каски от Непошкин. Когда они отлетели после ПКП. Там очень красиво летали. По Рейс Кингу, по Тимберу, Тимберу, Рейс Кингу. Там жесть. Вроде бы лейт, а Вичноктор так решает драку. Забирают еще и нижнюю линию. Сплитпуш верхний идет в исполнение коллектива Тундра. Но Диффен сдать придется. Придется вернуться. Нафармил на Свифт Блинг Рейс Кинг. На вайбек себе денег не оставляет. 2500 не хватает. Один Рейман просто пугает, конечно, от Эперспирита, саппортов Тундра. Они оттягиваются через Блингки. Но Сплитпуш не получается. Там герои немножко не те, конечно. Тибер ничего не сделает. Он возвращается на базу. Барак остается. Я Тора будет добивать или нет. Нет, не шелли отойти. Или вернуться. Они остаются здесь. Они готовы драться. Интересно в паучьих лапках. Коллапс ждет момента. Коллапс. Можно нырять. Коллапс. Прыгает Реймаж. Накрывает двух саппортов. Быстро можно уничтожить. Минус один. Минус второй. Быстро. Домой. Домой. Найн тем временем в середине сражения. Да, поставил арену. Но чем она тебе поможет? Байбэк. От него же вместе с Леоном ВК надо прикрыть. У него реинкарнация все еще имеется. Теперь Реймфингер прямиком по Вичдоктору. 33-й. Принимает весь удар на себя. Он просто в центре сражения. Хорошее копье. Отзонили здесь Етора. 4-4 ситуация пока остается. Вичдоктора нет. У него есть Байбэк, но нет Лича. То, что Байбэк у него нет, об этом, конечно же, знают. Спирит. У Скитера уже есть тот самый Блинк Даггер. Апгрейджен и зеленый. Влетел он прямиком в Урсу. Не пригвозди. Тилов. Террорайз. Но все равно больно. Найн. Найн. Без Байбэка. Найн опасно. Прыгает в него. Яторо будет добивать его. Без Байбэка Марс погибает. Дрейс Кинг теряет первую жизнь. Там Тимбер на хелпе. Только Лич через 10 появится. Помощи нет. Сложно будет драться. Скитера бьют. Яторо разворачивается. Продолжает драться. У него есть Эггис все еще. Скитер. Бедлам получает. Куча магии. Он погибает просто. Байбэка у него нет. Он тратил на Суит Блинк. 33-й остается один. Окей, появляется Лич. Он попытается помочь. Ну и Яторо прыгает до конца, конечно. Ватачу Димуэль до конца. Кинг просто дал туда его сюда. Но это уже не поможет. Не поможет. Сверхи сверху. Тульдра килл. Торонто-Токио. Гуд гейм. 2-0. Спирита закрывают эту серию. Выходит в финал винеров эпик лиги первого дивизиона. Браво. Помнишь, чем первая карта закончилась? Фат держался, держался. И отдал Равагу все-таки в конце концов на базе. Теперь он тоже держался, держался. И отдал Чимфорост на базе. Молодец. Он не изменяет себя. Крутая, друзья. Игра получалась у нас сегодня под закат этого игрового дня. Отлично. Посмотрели матч с камбэками, с переворотами. Шикарно сыграли Спирита. И при этом надо отметить, что и Тундра были весьма хороши. Но слабее немного, чем наш коллектив. По качеству определенно одна из лучших игр, в принципе, на всей эпик лиге. И по исполнению очень-очень много тонких моментов, очень много микромоментов, которые были исполнены от начала до конца. Очень-очень вкусно. Ну, а наши аналитики есть что рассказать в этот раз? Да. Нам есть что сказать. CyberSport.ru скажет еще больше. Скажет вам про все, что было в этой игре. Статистика. Все детали этого матча. Заходите, чекайте. Ну, а мы поздравляем Спиритов с выходом в финал верхней сетки. Они теперь встретятся с викингами. И это была непростая серия, особенно вторая карта. Но все-таки они смогли потащить. Но мне показалось, сначала было не самым радужным. Потное, потное, да. Не сказать, что сильно как-то отрывались вперед, но ВК очень хорошо шел. То есть ВК был прям реально многообещающий на фоне Урсы. Он мог драться, он мог выходить на передовую. Но как-то вот остальные начали в один момент умирать. И преимущество было у одного ВК. Он в одиночку действовать так не мог. Что-то не получилось, короче. Да, долго было преимущество. Здесь на самом деле... Ладно, ВК. К ВК вообще никаких претензий. Мне кажется, во-первых, опять Найн немного не доиграл. Вот это забавный момент. Это тот самый ганг, да? Да, это ганг, когда Китавр... Он подкинул, да? Оп. Он причем его подкинуло, и он застанил двух героев команды. Они нападают как-то вдвоем, в чужой лес. Очень удобно здесь ВИЧ-Доктору себя проявить с лучшей стороны. Мне опять супер понравилось, как сыграл Коллапс. Вроде не Марс, вроде Тайтхантер, но он и на него придумал какой-то свой билд. То есть это не типичный билд все-таки. Не каждый раз такое увидишь. И влетал очень хорошо, и этот билд сильно сказался. И агонимный Эмбер тоже отлично впитал. Тут просто потом уже, да, по игре, в очень позднем лейте, разница между полезностью Тимбера и Тайтхантера, ну, она стала всплывать. Все-таки Тимбер не может дать столько импакта. Он там... на него уже не обращает внимания. Урса рано или поздно его все равно сгрызет. Он там что-то кого-то ковыряет еле-еле. Эмбер Спирит от него бегает. Урсе на него плевать. Дарквиллу от него куда-то там прячется, уходит. И такое чувство, что, ну, просто героя не было, да, иногда в тимфайтах. Да, поры до времени он вносил дэмэдж. Потом, какой бы у него ни был нетворс, он там скорее какими-то слотами, наверное, мог выделиться, чем своими способностями. А Тайтхантер, он и в Африке Тайтхантер. Ты просто прыгаешь, даешь реведж, попал по нескольким уже хорошо. Ну, здесь на самом-то деле коллапс отлично поработал на минус армор соперников. То есть он и таланты качал соответствующую сборку его, да. И здесь мы видим то, что это нивелировало полезность клича. Чей, Вестл купил? И Вестл, да, вот это самое главное. То есть мы это обсуждали, процентный дэмэдж какой-нибудь, что-нибудь, что будет сильно мешать таким силовым персонажам, у которых большой прирост силы. И это основная стата, и здесь как раз-таки против них было обязательно собирать этот Спирит Вестл. И Тайт отлично поработал, действительно. Были моменты, где Найн то один куда-то прыгнет, то ему урона не хватит, то БКБ раньше времени прожмет. Ну, то есть опять как будто, ну, просто лучше сыграл Торонто-Токио, да, если сравнивать просто двух мидеров и Марс. Ну, наверное, мог здесь зайти, и сами Спирит в определенный момент пару раз чуть не закинули. И вспоминают сразу же смерть Тюрса на топе, где в лесу он там застрял, ТП не было, вышел, добил пачку крипов. Смешной момент там был. Да, сначала показалось, ну, сейчас улети, да, потом смотришь, ТП нет, и он в итоге погибает. Следом умирает Эмбер Спирит, где-то там у Т3 сверху, тоже его ловят. Он буквально вышел крипов пачку забрать, сразу же врыв от Леона, его убивают. Вот, казалось бы, минус два кор-героя, вот сейчас Тундра, наверное, смогут все это дело дожрать. Но потом были пару драк, даже не вот это, а, наверное, та, которая ближе к Т2 Дайер происходила, где Вич Доктор каски запускает, которые прыгают просто по всем. И они ведь нападали на кого? На Эмбер Спирита. Почему не убили? Потому что Скиттер не нажал БКБ. Он не нажал БКБ, Тейтхантер не стесняется, просто прыгает, поднимает всех через Райвич. ВК, соответственно, не вносит в эту секунду урон по Эмбер Спириту, Эмбер Спирит выживает, драка проигрывается. И вот этот шикарный момент, где Торонто-Токио не видно, он, соответственно, видит всех, цепляет, дальше прыгает. Коллапс, ну, просто шикарно сыграно. Два игрока Спирит разгулили вдвоем, действительно, а дальше уже было делом техники выиграть этот тимфайт. Постоянно происходили такие драки, где у Тундры два саппорта умирают слишком быстро. То есть они чуть ли не всю игру дрались три в пять, потому что двух саппортов изначально выключали. И, казалось бы, Лич действительно был полезен до определенного момента, но несчастный Вич-доктор одними касками делал больше, чем два саппорта команды Тундры. Там какие-то жесткие эти каски постоянно залетали, просто невероятные. Позиционку плохо держали Тундры, подставлялись постоянно, они там скакали туда-сюда, тяжело было очень. У меня было ощущение, что в какой-то момент из-за того, что персонажи, по которым летают каски, передвигаются, и вот эти каски за ними летают, что Вич-доктор уже успевает откатить следующие, и он закидывает еще одни, и там две пачки летают. Как раз был один из тех файтов, который был около Т2 на миде, один из последних тимфайтов, так там оно и было, там вечные каски были, именно по-моему, здесь он как раз начинается, и там он бесконечно продолжается, когда еще и с байбэками все это пойдет, Мереско байбэк-то будет. Опять Найн успел первым погибнуть. Вот, и тут очень на тоненького Урса играл, у него заканчивается энрейдж, такое ощущение, что он сейчас должен был уже фидануть, но получилось и всех завалить работяг, который здесь настакал в ВК. Посмотрите, он стоит и не бьет. То есть это, по-моему, первая смерть его была в этом моменте, когда второй раз его заберут. Да, вот здесь вот работяги, казалось, его тоже задушат, и опять каски полетели, и все. Драка опять в меньшинстве продолжается, так как Лича уже нет, Леон тоже очень далеко, ничего сделать уже не сможет. Сейчас там еще касочки, по-моему, полетят. Ну, ВК остается просто один против всех, Леон не помощник, и в первый раз убивает. То есть Тундра, наверное, могли сыграть лучше, но тут просто гений коллапса и Торонто-Токио, которые, мне кажется, отличились в хорошем смысле на этой карте. По итогу у нас две лучшие команды, которые, по-моему, единственные, да, не проигрывали в группе? В принципе, ни одной карты, да, я не считаю. Закончили и Викинги. Ну, матч, матч. Матч, матч. Соответственно, и Викинги, и Спирит закончили 3-0-3-0, и вот он закономерный, наверное, финал верхней сетки, как и должно быть. Ну да, сегодня хотя Викинги с пробуксовочкой туда попали, не будем забывать, что Бреймы их переиграли на одной карте, и на третьей карте там даже Бум нам сказал, что вообще-то нам было очень сложно. Ну, там как бы не в чем обвинить, потому что там им было сложно, но после того, как начались лайки, все преимущество сошло на нет, и, в общем-то, тут, ну, как бы не докопаться, да, то есть если бы там кто-то у Викингов вылетел или что-то такое, нет, тут просто сервер накрылся, и все, и хоть ты лопни, хоть ты тресни. Здесь же Спириты в первой игре очень уверены, а в авто-агро-игре с борьбой. Да, за камбэч, я бы сказала. То есть это была заслуженная победа, заслуженный камбэк, сыграли на всех тех ошибках, которые допускали Тундры, то есть они не пропускали ни одной. И с такой игрой, на самом-то деле, учитывая то, как сегодня себя Викинги показали, я верю в то, что Спириты могут выйти в гранд-финал через верхнюю сетку. Да, они и турниры забрать могут. Могут. Хорошему. Играют действительно очень сильно, Викинги немного буксуют, и Спирит по ходу турнира только набирает, то есть у них чем дальше, если уж Тундру одолели, то и Викингов тоже вполне могут. Приятно видеть, конечно, что СНГ команда, которая вот, ну опять же, не будем забывать. Собранный за рыботяг, считай, да. Ладно, давайте об этом чуть потом поговорим, а у нас Мипошка в очередной раз выходит с нами на связь, уже который раз по счету я не помню, но мы всегда рады его слышать. Привет, Ярослав, поздравляем вас с победой. Привет, спасибо большое. Поправочка, второй раз я у вас. Второй раз, да? Ну хорошо. Видимо, в прошлый раз тоже был, когда я был в аналитике. Ну слушай, в общем-то, вопросы по картам достаточно такие тривиальные. Первая игра, вроде бы все у вас получалось. Насколько не контрится коллапс на Марсе? Вот так вот спрошу. Ну, коллапс очень хорош на Марсе, я не знаю, что еще сказать. Не хочу его перехвалить, опять же. Такой молодой, амбициозный игрок. Приятный тиммейт. Ну и играет на Марсе реально суперски. Ну и я думаю, мы его еще, как бы сказать, правильно пикаем, что ли. То есть я его не просто беру, да, потому что у меня есть коллапс, условно, а обычно, когда уже примерно понимаешь, что он будет хорош, как-то так. Ну вообще, по первой карте так проходила она достаточно легко, в целом на всех линиях. В целом по драфту вы настолько передрафтили своего оппонента, или они просто еще и неудачно исполнили? Мы потому что так и не смогли разобраться. На самом деле, ну как я считаю, да, у нас драфт был намного лучше, плюс мы поставили их немного невыгодное положение, где у них игроки играли на героях, на которых они не особо себя комфортно ощущают, как нам кажется. Например? Например, Найн на паке, он довольно редко на нем играет. Я еще могу судить по нашему опыту игр с ними на личных тренировках. Мы играли очень большое количество праков с ними, штук 20, наверное. И, соответственно, Doom тоже есть от чего отталкиваться, грубо говоря. И вот когда они так же пикнули в Войспирита, в основном у них играет Найн, но они его поставили в хардлейн, а опять же, 33-й на нем довольно редко играет. Но при этом он играл все равно хорошо. И также Grimstroke. Они поставили его на четвертую позицию, но там Бивер, мне кажется, вообще, у него ноль игр на нем. То есть, как-то они немножко сами ошиблись где-то и передумали себя, что ли. Загнали вы их в такую ловушку. Слушай, но вторая игра не смотрелась такой простой уже. И даже казалось в какой-то момент, что вы проигрываете, но потом как-то смогли вернуться. За счет чего? И вообще, в целом, каковы твои ощущения по этой карте были? По поводу второй карты... Ну, да, на самом деле, просто старт был тяжелее. Мы не сделали тех самых халявных киллов в начале, как в первой игре. Да и линии у нас чуть посложнее в этой получились. Ну, и они уже не допустили ошибок, как в прошлой, мне кажется. Ну, и также DraftOrder решает. То есть, они же играли с ферспиком во второй карте. А для них это, как нам кажется, опять же, более комфортная ситуация с ферспиком играть. Вот. Ну, и опять же, не знаю, фактор тимбера, просто герой вообще максимально дебильный, против которого довольно сложно как-то задоминировать early game. Они еще, ну, хорошо его используют. Вот. Ну, у вас... Тем не менее, у вас так получается хорошо контрить всех этих персонажей за счет того, что у вас, как правило, в драфтах все есть. Вы как-то вообще обсуждаете вот все эти сборки? То, что получилось прям такой хороший Тайтхантер дебафер, куча минус армора. У каждого героя есть... Ну, суммарно у героев есть все, что нужно. Это как-то до игры обсуждается или, в принципе, по ходу очень хорошо ориентируетесь? И то, и другое, скорее всего. То есть, ну, там, соответственно, конечно же, обсуждается первая стадия в основном. То есть, там примерно, что там будет, что мы возьмем, если это забаним, а не это. Ну, так, примерно прикидываем. Также, ну, честно сказать, условно, если сравнивать с нашей подготовкой к квалификациям ДПЦ, там у нас была намного выше, и мы там старались намного больше вариантов из ситуации продумать. Тут, как сказать, немножко ленимся, что ли. Больше этот турнир такой. Ну, мы стараемся выиграть и все равно выкладываться, но, как бы сказать, если бы это была там игра за путевку на Ид, мы бы, конечно же, лучше больше готовились вот так, грубо говоря. Звучит как оправдание, но пока не за что оправдываться. Аналитики, что-то хотите еще спросить? Вот у меня один вопрос. Следующий соперник — Викинги. Как думаете, они сильнее сейчас или все-таки Тундра поопаснее для вас были изначально? Я лично считаю, что Тундра вообще одна из лучших команд. Ну, не знаю, возможно, немножко не хватает стабильности, но у них очень классные идеи. Они там классно передвигаются, не всегда там могут неожиданно напасть, когда даже кажется, что они заведомо слабее. Они все равно ищут возможности, где могут поймать на неожиданности. А как даже во второй игре, когда у нас там был сыро Егис, по-моему, и они напали на Урсу без Егиса, а мы были немного не готовы, завтыкали и, то есть, подловили нас. Собственно, касаемо Тундра, это для меня одна из лучших команд, а Викинг... Я, честно, не особо оцениваю их как-то или сравниваю. Просто будем, думаю, стараться выложиться, как и против любой другой команды, потому что наша основная цель — выиграть турнир. Вот. А так, не знаю. Все, что могу сказать, что когда они взяли Кизу, они стали чуть получше играть. Все. Спасибо. Ну, в общем-то, Морталис снял у меня с СК вот этот как раз-таки вопрос. У меня больше вопросов нет. Пожелаем вам удачи. На самом деле, действительно приятно смотреть за вашей игрой. И удачи вам и на этом турнире, и, конечно же, в будущем DPC сезоне. Спасибо, что заглянул. Вам спасибо. До свидания. Пока. Это был капитан команды Spirit. Ну, Spirit'ы хорошо смотрятся. Вот действительно, на фоне всего того, что происходило сегодня на Лиге, они смотрели здорово. Давайте MVP попробуем определить. Вот у меня разрываюсь между коллапсом и Meposhka на самом деле. Meposhka очень круто себя показал на второй карте, на первой тоже, но во второй он действительно слишком многое решил на своем вещдокторе. То есть, я думаю, что сборка на Tide это было действительно какое-то командное решение, а вот все действия Meposhka в микромоментах это круто было. Martals. Коллапс или Торонто-Токио, наверное, к коллапсу все равно склоняюсь, потому что обе карты хорошие, обе карты мощные, на Марсе, как обычно, там запредельный какой-то КДА, на Tide Hunter интересная сборка. Ну и врывы, они были все эффективными, решающие, по крайней мере, врывы. Вот эти последние, где получалось драки выигрывать, я думаю, для меня простой выбор. Ну, раз три игрока, и мне нужно решать, при этом и Даша, и Дима сказали, что выбирают, в общем-то, среди кандидатов коллапса. Наверное, коллапсом мы определим, хотя, конечно, действительно, Spirit смотрится как целая команда, и в этом большая заслуга капитана. Но сегодня коллапс. Становится MVP этой серии. Напоминаю, что MVP дня выбираете вы в голосовании среди всех MVP серий сегодняшнего дня, ну и в конце турнира мы определяем MVP Epic League. А сейчас давайте взглянем, на сетку, как она сейчас выглядит. И вот как она выглядит. Приятно видеть Spirit в верхней сетке с викингами. Внизу у нас СНГ команды немножко повылетали, остались только одни бойцы, и это Ашер. Ну вот Т1 бойцы, и Т2 бойцы у нас так вот остались среди СНГ. А среди Европы и Т1, и Т2 бойцы. Ну а Ашером не сдобровать, конечно. Да не сказал бы. Ну то есть Тундра сегодня показали, что они тоже простые смертные, они тоже могут ошибаться, Ашер напротив, мне кажется, после того, как изменили свой состав, да, уже окончательно показали, кто там у них будет играть. Они, наоборот, мне кажется, сейчас в хорошем настроении, и против Тундры они вполне способны поиграть. Последняя серия классная в их исполнении была. Я надеюсь, что бой дадут вполне по силам. А вторая там вообще рандом, вот серьезно. Потому что и Брейм, и Хайкост, такие команды, возможно, от которых мы даже не ожидали прохода. Очень нестабильные они, да, обе. Ну, Брейм для меня чуть поярче смотрится просто потому, что они смогли там достаточно сильные коллективы одолеть. Сегодня здорово смотрелись против викингов. И вообще Брейм до начала турнира мало кто, в принципе, рассматривал как кандидата даже на первый дивизион. Хайкост все-таки более именитые игроки, наверное, в их составе. Но они очень плохо DPC отыграли. Очень плохо. Играли плохо. DPC, но это не DPC, конкуренция немного другая, состав участников совсем другой. Тут нет ни Сикрет, ни Ликвид, ну и всех остальных, соответственно. Я, наверное, даже за Брейм поболею в той серии. Пусть проходят, у них вполне есть шансы дойти и задержаться на турнире еще. Но мы с вами, конечно же, не прощаемся. Мы говорим всего лишь навсего до свидания на сегодня. Игровой день продолжится завтра с нижнего дивизиона и медленно и плавно перетечет в верхний дивизион, а потом в следующий день и так далее до самого-самого финала. Более подробную информацию, все расписание вы можете найти в соцсетях Рохаба. Ищите нас и обязательно найдете. Для вас сегодня работали комментаторы, аналитика в финальном составе Морталис и Ритель. Ну и вел все это дело Мейлшторм. До завтра. Всем спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok